Декриминализация наркотиков не означает легализация, подчеркивает автор этой идеи. Цель заключается в том, чтобы те, кто употребляет наркотики и зависим от них, не боялись обращаться за помощью. Сейчас из-за страха перед полицией и последующего уголовного процесса они готовы умереть, но не звонить в 113. Нужно, чтобы те, кому нужна помощь, не боялись о ней попросить. Я всегда привожу в пример случай в Огре, когда 16-летний подросток умер. Его друзья не обратились за помощью, потому что боялись полиции. Подростки более восприимчивы. Побочные эффекты от наркотиков у них могут наступить быстрее. Поэтому важно вызвать скорую своевременно и говорить с врачами. Нельзя, чтобы они боялись. Но при нынешнем законодательстве они боятся обращаться за помощью. Практика, которая применялась в последние 34 года, не дала никаких результатов. Политика борьбы с наркотиками оказалась неэффективной. Никаких улучшений. Все становится только хуже. Пришло время признать, что пора что-то менять. Наркотики употребляют примерно 5% населения мира в возрасте от 15 до 64 лет. 23 страны ввели юридическое регулирование в отношении одного или нескольких ранее незаконных наркотиков. Какие наркотики и в каком количестве могут находиться у пользователя, каждая страна определяет самостоятельно. Вчера инициатива о декриминализации была направлена всем высшим должностным лицам Латвии. Министр здравоохранения считает, что по этому вопросу можно принять решение. Но сначала необходимая дискуссия. Пока мы не скажем им, что если стало плохо, то можно смело ехать в больницу или звонить в скорую за помощью, мы будем терять подростков из-за того, что они боятся уголовной ответственности. Эту идею, как мнение, я поддерживаю. Нужно посмотреть, как это применять в реальной жизни и ко всем или только к подросткам. У меня пока нет информации. И сегодня же глава правительства Эвика Силаня после встречи с президентом заявила, что поддерживает идею о декриминализации. Такую просьбу я уже выражала Совету по борьбе с наркотиками, еще будучи министром благосостояния. Этот совет уже фактически утвердил концепцию, которая подразумевает, что употребление наркотиков среди молодежи больше не будет уголовным преступлением. Поддержка среди министерств есть. Все понимают, насколько опасно, что молодежь не сообщает о таких случаях. Мы теряем молодежь. И тут не идет речь о тех, кто хранит наркотики, о криминальных авторитетах, организаторах, продавцах. Всем им грозит уголовное наказание. Но молодым людям нужна реабилитация. И очень надеюсь, что мы сможем донести до общества, зачем это и что мы делаем. Министерство здравоохранения вместе с другими предложениями представит и это на рассмотрение комиссии Сейма осенью. Напомним, недавно детская больница сообщила, что передозировка наркотиков в Латвии достигла масштабов эпидемии. Эдис Клайшис подчеркивает, что в последние годы в наркотиках появилось много различных примесей, и пользователь даже не осознает, насколько велик риск вместо ожидаемого ухода от реальности оказаться в морге. Сергей Герасимов, Айя Кинца, Занда Озола Балода, Иван Милов, Русс ЛСМ, Латвийская телевидение.